Недавно был на одном судостроительном заводе, там построили лодку, подводную лодку нового поколения. Это что? Это в России? Небольшую, в России. Это были адмиралтические верфи лодку. И туда на эту лодку, она небольшая, изящная лодка, видимо, для охраны вот этого северного потока, для охраны трубопровода по подводному. Туда пришли команды, начиняя эту оболочку приборами сложнейшими. И туда пришли, туда пришли люди из Харькова, приехали. Там были люди из Казахстана, там были люди из Дагестана, русские, там были несколько евреев, старых, уже, видимо, состарившихся этих научных. Вы опять придёте, ваша любимая идея, я знаю, это общий какой-то проект, который... Только он, этот общий проект. Общий труд. Общий труд, общая задача, которая соединит, и чтобы это было не горе, понимаете? Не дай Бог, чтобы это не было горем. Опять какая-то война или землетрясение. Власти, о которой мы так иронично говорили в первой части программы, занимаются своим бизнесом. И они не нагрузили народ большой творческой работой. И эта творческая работа соединит всех вокруг этой подводной лодки, которую нам предстоит построить. Понимаете, или наоборот, этого звездолёта. Я повторяюсь, но без общего дела ничего не сделаешь. Назовись ты хоть там, не знаю, птеродактилем. Понимаешь, наплевать, лишь бы это всё кипело, рождало и творило. Ну что же, мы пришли к...